В Минске обсудили борьбу с подделкой товаров, лечебного и спортивного питания. Там прошел международный форум «Антиконтрафакт». Посредством видеосвязи во встрече приняли участие эксперты 16 государств. Делегаты рассмотрели мир на законодательном уровне, который необходим для эффективной борьбы с подделками. У нас сегодня разрабатывается концепция развития интеллектуальной собственности до 2030 года с поддержкой Всемирной организации интеллектуальной собственности. Мы опять же тут совместно с международными организациями, с Евразийской патентной комиссией вырабатываем совместные подходы. Ну и вопросом защиты интеллектуальной собственности, развития этих вопросов, все это будет отражено в этих документах. Более 500 заявок уже в течение этого года мы получили на препараты, вакцины, тесты, позволяющие успешно бороться с пандемией. Конечно, необходимо обсуждать и конкретные меры. Россия уже предложила и делает фармреестр. То есть реестр медицинских препаратов, которые будут публичны, в которые каждый правообладатель может занести сведения о своем изобретении. Такой реестр позволит всем видеть, какие препараты защищаются, кому они принадлежат, и избежать уже контрафактного производства в самом начале. В Евразийском Союзе каждый год выявляют больше 27 миллионов единиц контрафактной продукции. Чаще всего поделывают алкоголь, косметику, продукты питания и лекарства.